Как сделать так, чтобы он и она никогда не ссорились и жили в мире и согласии всю жизнь? Все, что мы получаем в этой жизни, это следствие того, насколько качественно мы с кем-то повзаимодействовали. То есть, создали мы с кем-то договоренность или нет? По сути, все, что мы имеем, это следствие либо умения создавать договоренности, и тогда у нас много денег, любви, счастья, гармоничная полноценная жизнь. Либо мы не умеем создавать договоренности, и тогда у нас несчастье, разрушенные отношения, несчастные люди, обиды, претензии, страхи, сомнения, потери денег, потери здоровья и сокращение жизни. И вот, включу вопрос, как ты думаешь, почему на этой планете люди, например, мужчины и женщины ссорятся? В чем одна главная причина? Она всего лишь одна. Потому что, чтобы решить эту проблему, чтобы никогда не ссориться с кем-либо, для этого нужно знать причину, почему люди ссорятся. Так почему люди ссорятся, давай, как ты думаешь? У них разные мнения на одно и то же. Ну, на что-то одно. Правильно. У них разное мнение на какой-то один объект, понимаешь? Или событие. То есть, есть некий какой-то факт, ну, допустим, мы видим его зеленым с тобой, а она видит его красным, он видит его синим. Но это еще не является причиной. Это следствие. Смотри, есть некий факт, который мужчина и женщина, допустим, видят по-разному. А в чем причина того, что они видят этот факт по-разному? Идем глубже. Ну, прошлый опыт. Правильно. Потому что у них разный прошлый опыт. Разные родители, разное воспитание, возможно, разные предыдущие жизни, реинкарнации и так далее, родовые программы. Но прошлый опыт невозможно изменить, ты же понимаешь. И поэтому они продолжат конфликтовать из-за разных ситуаций жизненных. Повторяю вопрос. В чем причина, почему у них разное мнение относительно какого-то факта? Правильно. Прошлый опыт, который превратился во что? Давай, вот, например, я тебя подвожу. Ну, превратились к знанию по данному какому-то факту. Прошлый опыт превратился в мировоззрение. Ну, в мировоззрение, знание. Получается, у этого человека, допустим, у нее красная картина мира, там она может быть маленькая, большая, у него синяя картина мира. И поэтому из-за разного мировоззрения они смотрят на этот мир и на факты, и на события в этом мире по-разному. А теперь ключевой вопрос. Как сделать так, чтобы он и она никогда не ссорились и жили в мире и согласии всю жизнь? Никак. Ну, тогда они будут ругаться. То есть, если в голове есть ответ «никак», то они будут все время ругаться. Ты уже практически ответил. То есть, смотри, зная причину, ты можешь найти решение. А какая причина? Еще раз, давай. Я тебе по-другому посвящу. Красный маркер – это точка А. Он и она имеют разные картины мира, разные мировоззрения. Точка Б. Он и она имеют единые схожие картины мира. Ну, они стремятся, да. Ну, понятно, что это процесс. То есть, до конца они никогда не будут идеальны. Это бесконечный процесс. Понятно. Вот из точки А до этой точки Б, она такая, знаешь, как бы постоянно отдаляющаяся. Но при этом здесь конфликтов, например, 100 конфликтов в год. А здесь, например, их уже 50. Потом их уже 40, 30, да. Это постепенное снижение количества конфликтов. А теперь самый главный вопрос. Какое ключевое трансформирующее действие необходимо делать мужчине и женщине для того, чтобы перейти с точки А, где они много ругаются, спорят и ссорятся, в точку Б, где у них мир, согласие и взаимопонимание? Им нужно по конкретным ситуациям нужно именно обсуждать точку зрения одного человека и другого человека и приходить к какому-то общему пониманию. Ты опять упираешься в причину, и ты эту причину не устранил. Ты опять знаешь, что ты сейчас говоришь? Ты говоришь, вот он, вот она. Вот они видят этот факт и видят его по-разному. И ты говоришь, надо этот факт обсуждать. Они всё равно будут видеть его по-разному. Он будет его видеть синим, она будет видеть его красным. Какое ключевое действие нужно сделать мужчине и женщине, чтобы все факты, которые возникают в их жизни относительно детей, секса, путешествий, идти в брак или не идти, как строить эту жизнь, какой строить дом, какой строить бизнес, как распределять семейный бюджет. То есть, как создавать правила игры вот в этой семейной жизни. Ну что? Что нужно им сделать? Одно действие? Разговаривать. Да не могут они, они могут разговаривать, но они будут разговаривать на разных языках. Это разговаривать на красном языке, это на синем. И они всё равно будут ругаться, спорить, конфликтовать, и как два барана, говорить, он говорит, это красное, это синее, она говорит, это красное. Нет, от этого нет. Ну, договариваются между собой. Они не могут договориться, потому что у них разные картины мира. Это в принципе невозможно. Я сейчас сыну задал тот же самый вопрос. Я говорю, сын, у тебя же есть девушка? И вы ругаетесь? Он говорит, да. Я говорю, а в чём причина? Он говорит, ну, потому что у нас разное видение на какие-то факты. Я говорю, а в чём причина вашего разного видения? Он говорит, ну, потому что у нас разный прошлый опыт, разное воспитание, разные родители и так далее. Я говорю, и в итоге? А делать-то что тебе для того, чтобы тебе со своей девушкой не ругаться? И он такой говорит, не знаю. Понимаешь? Я говорю, я тебе сейчас ответ не дам. Думай, что тебе нужно сделать для того, чтобы вы с девушкой смогли жить в ладу, в мире и согласии. И приди ко мне с ответом. То есть я своему сыну сейчас готовый ответ не дал. Потому что мне важно, чтобы он сам дошёл до этого понимания, в чём причина, почему они ругаются. Но самое главное, как убрать эту причину. Что нужно сделать, чтобы они больше не ругались относительно, допустим, этого зелёного факта? Хороший вопрос. Это самый главный вопрос в жизни, на который мы с женой искали ответ 30 лет. Ну, можешь какие-то изучать вещи. Тепло, 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 давай. Двоём, да. Изучать что? Изучать что? Как устроен этот мир, в котором возникает бесчисленное множество фактов. Всё. Это единственный способ на планете Земля двум людям видеть этот мир одинаково. И видеть в нём факты. Потому что мир состоит из фактов, из объектов, из событий. Это единственный способ. То есть, изучать законы жизни, законы мира устройства. А что такое законы мира устройства? Это как устроены отношения, как устроены деньги, как устроено здоровье, как устроен вообще этот земной мир, и живой, и неживой природы. И поэтому давай вернёмся к моему вопросу. Точка А – это причина всех конфликтов, разногласий, споров, войн на этой планете. Это у нас разное видение мира. Точка Б – у нас всё более и более единое видение мира. Какое ключевое действие необходимо сделать мужчине, либо женщине, неважно, кто первый? Какое? Изучать законы жизни, законы мира устройства. Это первое, это самое важное. Ну да. И помочь своему близкому человеку, любимому, изучить эти же законы жизни, чтобы наши картины мира стали какими? Едиными. Ну, похожими, да. У нас вот с женой за первые 20 лет у нас некоторые видения мира, они были диаметрально противоположные, понимаешь? В первую очередь необходимо взять самые фундаментальные вопросы жизнедеятельности, особенно совместные, если мы берём вот эту систему инь-янь. То есть сначала берутся фундаментальные. То есть как, смотри, вот это диаметрально противоположное мнение, но люди при этом влюбились, например. И вот мы так жили, например, первые там, ну, 15-20 лет с разными картинами мира, поэтому мы всё время ругались, ругались и не могли договориться. Но в итоге, изучая законы жизни, единые для нас, то есть, например, как правильно, например, коммуницировать, сблизились, сколько будем рожать детей, где мы будем жить, как мы будем зарабатывать, как мы будем тратить деньги. Ну, короче, это множество-множество вот этих знаний. И вообще, неважно, кто первым идёт навстречу. То есть, например, женщина изучает эти законы жизни или мужчина. Важно, чтобы в итоге они оба освоили правила игры на планете Земля. И, по сути, это и есть вот то самое важное, что мы поняли с женой за 30 лет брака и за 50 лет нашей жизни. И если люди, вот люди просто поймут эту одну причину, почему они ссорятся, и поймут одно решение, всё. То есть, по сути, как бы мы спасём, ну, я думаю, что тысячи, может быть, миллионы людей на этой планете, которые поймут вот это простое одно действие, которое можно сделать всего лишь за две недели. Ведь у нас в Академии эти законы жизни мы даём всего лишь за две недели. Представляешь? С одной стороны, когда два человека не ругаются, на первый взгляд, это может показаться очень хорошим знаком. Но с другой стороны, тут есть определённые риски. Какие? Сейчас объясню. То есть, например, мужчины и женщины живут вместе, но не ругаются. То есть, у них, смотри, единство есть, а борьбы противоположностей нет. Потому что конфликты это борьба противоположностей, это борьба мнений. И когда есть противоположное мнение, это всегда повод для развития, для перехода мужчины и женщины при конфликт на новые и новые уровни понимания законов жизни и вообще понимания этой жизни. И если они не ругаются, то, как правило, в ситуации кто-то кого-то подавил и кто-то под кого-то прогнулся. Я сейчас говорю просто из опыта, потому что я вижу, как это работает в тех отношениях, где кто-то, либо мужчина прогнулся под женщину, и он говорит, ты всегда права. Либо она прогнулась под мужчину, потому что кому-то из них выгодно. То есть они живут не на равных. Потому что мужчины и женщины, которые живут на равных на одном уровне, они не могут не конфликтовать. Потому что вот этот процесс познания мира, он бесконечный. А для того, чтобы двигаться вот к этому бесконечному, к этой бесконечной мудрости и любви, то есть необходимы конфликты. Ты сказал, у нас нет конфликтов, но у нас есть разность мнений. И когда нам что-то не нравится. И вот обрати внимание, даже сейчас вот в этом диалоге у нас с тобой, у нас с тобой есть интерпретация. Ещё, кстати, очень важный момент, почему люди снова ругаются, потому что они по-разному интерпретируют факты. То есть я тебе сказал, что конфликты важны и нужны, чтобы развиваться. А ты говоришь, а мы никогда не конфликтуем. На самом деле, у нас с тобой сейчас конфликт мнений. Потому что я сказал, что когда у людей разность мнений и у кого-то возникает негативная эмоция, я сказал, что это конфликт. А ты сказал, что это не конфликт, а у нас просто нам что-то не нравится. Ну да, потому что и есть конфликт, и есть ссора, да? Но по сути мы тоже такие. Да, и это просто... Они близкие, но чуть разные, да, понятия. Понятия как ссора и конфликт. Хотя в принципе это всё одно и то же. Потому что, знаешь, есть чёрное и белое вот в данном контексте, чёрное и белое. То есть мы либо договорились, вот либо договорились, всё, это белое. Либо мы не договорились. И у нас разность мнений. И нашему эго в любом случае это не нравится. И поэтому ты называй это как хочешь. Называй это конфликт, недопонимание, ссора, там война. Это вообще не важно, как ты это называешь. Важно то, что мы либо договорились, либо не договорились. И по факту духовный путь или путь вот этого бесконечного. Что это духовный путь? Это путь бесконечного создания договорённостей с помощью любви и мудрости. Всё. На основе законов жизни. И получается, что если мужчина и женщина не знают законы жизни, у них нет единого понимания этих законов, то они не могут в принципе договариваться, потому что у них нет таблицы умножения, чтобы решать математические задачи вместе. А если они оба, например, изучат таблицу умножения, они смогут решать математические задачи вместе и помогать друг другу. Если они вместе изучат азбуку, они смогут складывать там из букв слова, из слов предложения и друг с другом разговаривать. А если они поймут такую же азбуку жизни, то есть правила жизни, они смогут решать любые ситуации, связанные с деньгами, с воспитанием, с сексом, с эмоциями, с мыслями, ну любые, с общими целями, ценностями, они смогут договариваться, причем бесконечно. Вот и все. Вся причина, представляешь, это вот то, что я хотел сегодня тебе донести, и то, что лежит в основе, в фундаменте Академии Управления Мышлением, где мы как раз по сути учим, чему людей договариваться. КОНЕЦ